Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Работы провели с опережением графика. В Куйбышевском районе Самары выполнен капитальный ремонт кровли и фасады 5-го дома по улице Флотская. Пробный тест. Самарские выпускники впервые сдали тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах. Хоккеисты Самарского ЦСКА ОВС в очередной раз огорчили своих болельщиков. В драматичном поединке ледовая дружина Павла Десяткова уступила ангарскому Ермаку со счетом 3-4. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 19 728. В Самаре снова проверяют торговые центры на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В одном из них выявили нарушения. Составлены протоколы, которые передадут в суд. Подробнее расскажет Елена Малютина. Как по взмаху волшебной палочки, при виде проверяющих и телекамер на лицах продавцов появляются маски, а на руках перчатки. За нарушение противоэпидемиологических мер штраф для юридических лиц доходит до 300 тысяч рублей. Возможно и приостановка деятельности на 90 дней. Как в случае с этим заведением. Его сотрудники пренебрегают требованиями Роспотребнадзора уже в третий раз. Как итог, точку закрыли до тех пор, пока нарушения не будут устранены. А также составили административный протокол, который передадут в суд. По требованиям, тем более для общепитов, наличие перчаток для общепития обязательно. Перчатки у нас есть. Где у нас перчатки? На данный момент нет. А в этом кафе все санитарно-эпидемиологические требования соблюдают. На входе висит табличка, напоминающая о правилах. В зале все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты. Гости также передвигаются по залу в масках, соблюдают социальную дистанцию. Когда заходят гости, официант или администратор, кто встречает гостей, обязательно инструктаж проводит о том, что перемещение маски по залу просят воспользоваться дезинфектором и, конечно же, измеряют температуру. В основном гости все понимают, тем более, сам торговый центр тоже предупреждает вся охрана, что перемещение строго в масках. Поэтому гости относятся к этому лояльно. Посетители кинотеатра в зале рассаживают с соблюдением дистанции. Хотя пока не установили специальную программу, которая блокирует продажу соседних кресел. Меня пока это не устраивает, потому что на данный момент есть человеческий факт. А вдруг он его продаст, пятое место? То есть программа просто предается, что программа не будет. Нанесли изменения по блокировке тех мест, которые не продаются. Масочный режим нарушили продавцы двух так называемых торговых островков. Руководство торгового центра приняло решение приостановить на сегодня их деятельность. Проверяющие составили административный протокол. Более сознательными оказались посетители. Ситуация достаточно позитивная в торговом центре. Не могу сказать, что здесь имеет место быть массовое нарушение. Где-то процентов 99. Посетители у нас так или иначе соблюдают масочный режим. На наши замечания надеть маски достаточно позитивно реагируют. Стараются соблюдать масочный режим. Что касательно торговых точек, хотелось бы отметить следующее. Что в принципе крупные торговые точки и крупные рестораны на фудкорте достаточно серьезно относятся к вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. По итогам рейда зафиксировали нарушения в трех из 150 торговых точках. В Самарской области еженедельно проводится около 7 тысяч проверок. За неделю оформляют до 200 административных протоколов. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Глава регионального Минздрава Армен Бинян на заседании Совета Губернской Думы рассказал, когда станет возможной всеобщая вакцинация населения Самарской области от COVID-19. Сейчас заканчивается третий этап испытания отечественной вакцины. Планируется, что массовое производство начнется в конце 2020 года. После чего вакцину направят в регионы. Первоочередная вакцинация подразумевает обеспечение прививками граждан из групп РИСКа, рассказал Армен Бинян. В сентябре на Самарский фармсклад отгрузили 42 дозы препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Прививки сделали врачам. Последующие поставки должны быть в конце ноября. Ожидается 2709 доз. В Куйбышевском районе Самары выполнен капитальный ремонт кровли и фасада по адресу Флотская, 5. Работы провели с опережением графика. Дом старой постройки находится в границе сквера Речников. Недавно он был сдан в эксплуатацию после планового благоустройства. Обновлением здания жители дома остались довольны. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Чтобы капитально обновить фасад и кровлю по адресу Флотская, 5, рабочим потребовался месяц. Работы по благоустройству жилого здания начались в августе этого года. А уже в сентябре их завершили. В соответствии с контрактом на обновление фасада было затрачено 573 тысячи рублей. На ремонт кровли более полутора миллионов. Это очень хороший пример комплексного подхода. С одной стороны, благодаря фонду капитального ремонта был произведен ремонт и замена кровли данного многоквартирного жилого дома. С другой стороны, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, Кубышевский район получил благоустроенную территорию, отвечающую всем пожеланиям. Пятый дом по Флотской был построен и введен в эксплуатацию в 1947-м. В этом году рядом с многоквартирным строением в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроили сквер Речников. Согласно дизайн-проекту, который разрабатывали на основе пожеланий жителей, здесь обустроили плиточные переходы, дорожки, газон, привели в порядок деревья. В границах сквера появились детские аттракционы и спортивная площадка. Оставить жилой дом в прежнем состоянии практически в центре обновленного сквера власти города и региона не могли. Сейчас это стало местом притяжения для всех. И, естественно, то, что отремонтировали дом, это прекрасно. Он преобразился, стал светлый, люди ходят, смотрят, жители дома довольны очень. Максимально задействовали рабочую силу, чтобы все это успеть вовремя, чтобы жильцам не предоставлять каких-то неудобств. Нам, что администрация помогала в этом плане, что жильцы шли навстречу в каких-то моментах. Капитальный ремонт кровли и фасады жилого дома по адресу Флотская, 5, выполнили в рамках краткосрочного плана на 2020-2021 годы. Работы завершены с опережением графика и приняты жителями без существенных замечаний. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Больше 50 километров дорог в Самаре привели в порядок в этом году. Работали без перерывов днем и ночью, благодаря чему получилось сделать больше объем работ, чем намечалось. Масштабные преобразования замечают и самарцы, и гости города. Большую часть дорог отремонтировали благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об итогах дорожно-строительных работ 2020 года расскажет Мария Левина. Свыше 54 километров дорог в Самаре привели в порядок в 2020 году. Большая часть из них, а это почти 42 километра, отремонтирована благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще почти 13 километров сделаны дополнительно. Так полностью преобразились в текущем году пять дорожных объектов, на которых выполнен комплексный ремонт. Это улицы Мичурина, Победы, Старозагора, а также участки улиц Ленинской и Арцебушевской. На этих двух улицах работа согласно двухлетнему контракту продолжится и в следующем году. Кроме ремонта дорожного покрытия, строители уложили тротуары, заменили бортовые камни. На трассах появились новые дорожные знаки и яркие пешеходные переходы. Для удобства маломобильных граждан сделали пандусы – плиточное покрытие тротуаров с тактильными элементами для слабовидящих горожан. Полосы уширения появились на самых загруженных перекрестках, например, на улице Старозагора, на пересечении с улицами Советской армии, Димитрово, Нововокзальной. К работам бригады приступили в апреле, в первую очередь брали в работу улицы Истории, или названия которых связаны с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы структурной составляющей национального проекта является проект «Улица Победы». В Самаре особое внимание в этой части было уделено улицам Победы Карбышева-Фадеева. Теплая осень, говорит подрядчик, сыграла на руку, и потому получилось не только закончить к намеченному сроку, но и сделать больше, чем планировали. На участках работали 200 человек одновременно, как днем, так и ночью. Все работы по проезжей части, по покрытиям, по асфальту были завершены в нормативные погодные условия до 1 ноября. И благодаря тому, что погода позволила дальше работать, мы смогли выполнить часть работы, которая планировалась к выполнению в следующем году. Это четыре квартала по улице Арцебушеской. Времена диктуют свои правила, но на дорожном строительстве пандемия коронавируса не отразилась. Разве что организационной работы прибавилось, рассказывают подрядчики. Обработка техники специальным противовирусным веществом, составление графиков работы для строителей так, чтобы не было большого скопления людей в раздевалках, и закупка средств индивидуальной защиты. Самарцы оценили результаты работ этого года. Очень рада. Город изменяется постоянно. К лучшему. Сами самарцы принимали участие в преображении городок. Их идеям прислушивались как в начале ремонта, так и в процессе. Например, когда в порядок приводили дорогу на Ленинской, жители домов в округе активно высказывали свои предложения. Благодаря чему там появились дополнительные парковочные карманы, отремонтированные въезды во дворы, скорректированные тротуары. Мы ориентируемся на карту ОНФ, ориентируемся на жалобы жителей и на поручения губернатора, и на предписание от ГИБДД. Жители активно участвуют при ремонте дорог, присылают нам свои замечания, на которые мы реагируем и стараемся все поправить. Все участки приняли. За их состоянием заказчик и подрядчик продолжают следить. В настоящее время замечаний у кураторов нет. Гарантия на покрытие, отремонтированное в ходе комплексного ремонта, составляет 5 лет. На ремонт большими картами – 2 года. Улицы Старозагора и Победа отремонтировали по контракту жизненного цикла. Это значит, что после окончания строительных работ подрядчик еще несколько лет обязан следить за состоянием дороги. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Молодые врачи Самары дополнительно получили более 5,5 миллионов рублей, а правительство России с 2022 года вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них. Я Светлана Кудрявцева. Правительство России вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству напрямую, а не через работодателя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что больничные с 2022 года будут оформляться автоматически, минуя работодатели из Фонда социального страхования. Оформлять дополнительное заявление гражданам не придется. С 2021 года многодетные россияне смогут тратить госсубсидию в сумме 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Такой законопроект Госдума рассмотрит в декабре. Сегодня многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые меры, по мнению депутатов, будут способствовать улучшению жилищных условий, а также послужат импульсом для индивидуального жилищного строительства. С начала года молодые врачи Самары дополнительно получили более 5,5 миллионов рублей. Это стало частью муниципальной программы сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара нацпроекта здравоохранения. На доплаты могут рассчитывать молодые специалисты не старше 35 лет, работающие в государственных учреждениях и оказывающие первичную врачебную помощь, с момента окончания обучения которых прошло не более трех лет. Для врачей такая выплата составляет 5000 рублей, для медицинских сестер – 3000. Оптимальный ценовой диапазон для покупки поддержанной машины в России составляет от 150 до 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса СберАвто. Высоким спросом у россиян среди новых автомобилей пользуются машины стоимостью от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. В диапазоне от 500 тысяч до 800 тысяч лидируют вазовские модели. В более дорогом сегменте популярны Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Официальный курс доллара на 20 ноября – 76 рублей 26 копеек. Американская валюта прибавила 34 копейки. Евро – 90 рублей и 35 копеек. Европейская валюта повысилась на 12 копеек. Нефть марки Brent на 16 часов 19 ноября стоит 43 доллара и 94 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит месячник безопасности газового оборудования. Специалисты проверяют состояние трубопроводов, вентиляционных каналов и внутридомового оснащения. Все управляющие компании должны обеспечить также наличие информационных памяток для жильцов, как вести себя в случае неисправности плиты, колонки или засорения дымоходов. Чтобы эти факторы не стали причиной взрыва или отравления угарным газом, необходимо следить за состоянием бытовой техники, не менее трех раз в год проверять вентиляционные каналы и раз в год проводить техническое обслуживание газовых котлов и колонок. Прежде всего, жильцы многоквартирных домов должны оповещать управляющей компанией непосредственно, когда будет проводиться проверка газа. Также обязательно давать доступ управляющей компании с целью проверки. Если непосредственно учуяли запах газа или прочее, то нужно обязательно вызывать сертифицированную организацию с целью проведения проверки. Вентиляционные каналы можно проверить непосредственно самим, но также лучше обратиться в организацию. Самостоятельно подключать газовые приборы к сети нельзя. Это делает только специализированная организация. Для этого нужно подать заявку в специализированную организацию, дождаться приезда специалистов. Если есть какая-то неисправность, до этого времени перекрыть газ. Предприятие «Самара-Лес» закупило новую современную технику для расчистки лесов от сухостоя, поваленных деревьев и веток. Освободившиеся площади будут использовать для высадки саженцев лесных культур. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Новая техника пока не используется. Сотрудники «Самара-Лес» проходят дополнительное обучение. Но уже в феврале с ее помощью начнут приводить в порядок леса Самарской области. Специализированные машины могут переработать ствол дерева диаметром до 30 сантиметров. Процесс полностью автоматизирован. Измельченная древесина востребована. Нужно будет нам для питомников, для наших, для мульчирования мы будем использовать. Там, где это нужно будет в определенной степени для каких-то других потребностей, которые будут у сельскохозяйственных потребностей, если будет необходимость, они будут забирать. Но так, в принципе, она мульча, она будет рассыпаться в лесу, перегнивать. В принципе, это создавать будет определенный логородный слой. Технику закупили у отечественного производителя на Красноярском заводе за счет целевой субсидии правительства Самарской области. Название регионального проекта «Сохранение лесов» говорит за себя. В этом году в Самарской области восстановили более 700 гектаров леса. Сейчас завершается заготовка семян для лесовосстановления. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Пробный тест. Самарские выпускники впервые попробовали сдать ЕГЭ по информатике на компьютерах. До 2020 года старшеклассники сдавали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках. В течение нескольких лет велась подготовка к переводу этого экзамена в новый формат. Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято летом. Сейчас Рособорнадзор проводит апробацию в регионах. Сложнее ли стало сдавать экзамен, узнала Лариса Шалафаст. Масочный режим и социальная дистанция. Пробный экзамен в одном из самарских лицеев проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. ЕГЭ по информатике на компьютере старшеклассники сдают впервые. Раньше его писали только на бумажных бланках. Волнение есть из-за того, что нет опыта предыдущих поколений. Но я думаю, мы станем как раз таким опытом. И уже на нашем примере многие ребята в дальнейшем будут не бояться сдавать ЕГЭ по информатике. Без оценки по информатике не обойтись, говорит Андрей Харахорин. Он планирует стать программистом. И для поступления в ВУЗ нужно сдавать ЕГЭ по профильному предмету. Андрей признается, новый формат экзамена ему нравится больше. Всем удобнее электронный вариант, потому что больше возможности себя проверить. Допустим, можно пререшать все задания сначала на листочке, то есть самому посчитать, а потом написать программу на компьютере и проверить. Для тренировочного экзамена подготовлены современные компьютеры, на которые установлено все необходимое программное обеспечение. Компьютерная форма ЕГЭ включает 9 заданий, которые выполняются в электронном виде, и 18 заданий, перенесенных из бланковой формы. На выполнение всех тестов у школьников есть почти 4 часа. Результаты пробного экзамена определит специальная программа. Три тренировки будет за год. Вот сегодня такая первая, как бы очная консультация, тренировка, она принимает участие дети, но для нас на этом этапе самое главное – отработать всю технику. Потому что вы прекрасно понимаете, что это определенные технические условия, они должны быть равные, во-первых, для всех детей, а во-вторых, не должно быть никаких сбоев. Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято летом. Сейчас Рособорнадзор продолжает апробацию в регионах. Симулятор программного обеспечения для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике будет опубликован на сайте Федерального центра тестирования, чтобы все участники ЕГЭ смогли заранее с ним ознакомиться и потренироваться. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В Самаре открылся 13-й Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». В этом году он в необычном формате. Киноленты покажут онлайн. Новый формат позволил отобрать больше фильмов, чем в прошлом году. Среди участников – документалисты со всей России и ближнего зарубежья. О чем авторы хотят сказать зрителю, в этом году узнала Мария Левина. Оптимизмом, главное. Оптимизмом. Больше оптимизма, господа. Последнее приготовление – камера, свет, мотор. На экране кинотеатра «Художественный» и в интернете начинается прямая трансляция открытия Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». Авторы со всей России и ближнего зарубежья отправляли свои работы, чтобы заявить о себе. В этом году фестиваль проходит в новом формате – онлайн. Что не только не ограничивает, а, напротив, открывает режиссерам новые возможности. Из 300 заявок для просмотра выбрали 80 кинолент. Это в два раза больше, чем годом ранее. В центре внимания режиссеров – жизнь и судьба человека. Для каждого режиссера есть участие в фестивале. Это такая, знаете, почетная миссия, что ли. Потому что его фильм увидят другие кинематографисты. Возможность показа этого фильма, например, онлайн, как сейчас. То есть этот фильм увидят в интернете. И, может быть, это как раз, кстати, во время пандемии такая помощь в раскрутке собственного фильма. Фестиваль проходит на Самарской земле уже в 13-й раз. С открытием участников и зрителей поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Проведение фестиваля «Соль земли» стало доброй традицией. И самарский зритель всегда с интересом ждет показа новых кинолент российских и зарубежных кинематографистов. На протяжении многих лет фестиваль способствует сохранению духовного наследия нашей страны. Открывает миру новые таланты. Уверена, что и этот год не станет исключением. В этом году темой фестиваля стало 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В целом же лейтмотив остался прежним – «Жизнь и судьба человека». В основе документального фильма всегда стоял герой, всегда стоял человек со своей душой, со своими размышлениями, со своими болями, горечами и радостями. Поэтому также много картин о людях, о простых и непростых, о известных и неизвестных, о бедных и богатых. Но это в любом случае человек со своей реальной жизнью. Киноленты будут транслировать на официальном сайте фестиваля до 21 ноября. Ежедневно с 6 до 10 часов вечера в прямом эфире будет работать онлайн-студия, где гости будут рассказывать о своих фильмах и делиться планами на будущее. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Хоккеисты Самарского ЦСКА ВЭС в очередной раз огорчили своих болельщиков. В драматичном поединке ледовая дружина Павла Десяткова уступила ангарскому Ермаку со счетом 3-4. За матчем во дворце спорта «Кристалл» наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Подбитые летчики из Самары никак не могут найти свою игру. Хоккеисты ЦСКА ВЭС уступили ангарскому Ермаку на домашней арене. Это поражение стало восьмым в последних десяти матчах. После неудачного поединка с «Соколом» все ждали, что дружина Павла Десяткова бросится вперед с первых минут, желая реабилитироваться перед болельщиками, но этого не произошло. Волжане провалились на старте встречи. В первом периоде сибиряки забросили две безответные шайбы. Гости могли сделать счет крупнее, но голкипер Сергей Денисов этого не позволил. Во втором отрезке на лед вышла совсем другая команда. Павел Десятков нашел нужные слова для своих подопечных в раздевалке. На 21-й минуте забил Евгений Колычев. Судям потребовалось несколько минут, чтобы засчитать гол. Еще через несколько минут Егор Алешин реализовал большинство и восстановил равновесие. А когда Алексей Басков вывел ЦСКА ВВС вперед, показалось, что хозяева уже не упустят победу, но пропущенный гол в раздевалку ударил по самарским хоккеистам. В третьем периоде летчики играли значительно слабее. Ермак забросил еще одну шайбу в большинстве и установил окончательный счет на табло. 3-4. После матча раздосадованный Павел Десятков заявил, что хоккеисты постоянно нарушали игровую дисциплину. Также тренер вспомнил слова экс-наставника Волжана Александра Соколова, который возглавлял команду с 2018 по 2020 годы. Он как-то говорил, что на одной из игре думал, что выпил эту чашу позора уже. Да, и поправился потом, что, видимо, не до конца. Ну, получается, что, наверное, мне ее допивать приходится теперь. А вот наставник Ермака остался доволен результатом и качеством игры своих подопечных. Хорошо сыграли первые, хорошо начали игру. В принципе, мы вчера разбирали наш, как мы играли в Тольятти, когда проиграли 0-3 в 2-й период. Спасибо сопернику за хорошую игру. Нам сегодня нужнее было. После этого поединка ЦСКА ВВС опустился на 22-ю строчку в турнирной таблице. Летчики имеют в своем активе 18 очков. Следующую встречу подопечные Павла Десяткова проведут на домашнем льду 22 ноября. Они будут сражаться с новокузнецким металлургом. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Игра пройдет без зрителей. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!